В Люберцах отметили День России. В честь государственного праздника в парках городского округа прошли концерты, тематические выставки, мастер-классы и танцевальные флешмобы. Самые яркие выступления и поздравления в сюжете моих коллег. Несмотря на прогнозы синоптиков, с погодой в этот день повезло. Праздник состоялся на свежем воздухе и подарил прекрасное настроение. В Центральном парке одну из развлекательных зон обустроили сотрудники библиотеки имени Есенина. В настоящее время библиотека – это не только тихое место, где можно прийти почитать книги, но у нас проходят различные мероприятия веселые, и мастер-классы, и всевозможные концерты. Основной площадкой празднования стали Наташинские пруды. Сразу при входе в парк посетителей встречали волонтеры, раздающие ленточки с главным символом страны – российским триколором. А возле сцены тем временем праздник в самом разгаре. Отметить День России жители округа пришли целыми семьями. 12 июня – одна из тех дат, когда все признаются в любви к своей родине. Поздравляю каждого гражданина Российской Федерации с Днём России, с Днём рождения нашей Родины. Я желаю процветания нашей стране, чтобы никакие беды нас не сломили. Самым маленьким жителям округа предложили поучаствовать в мастер-классе. Создавать своими руками праздничные сувениры помогали представительницы клуба «Мама офлайн». Созданное своими руками – это всегда здорово. А когда делают дети, они чем-то заняты, развивают мелкую моторику. На праздничной сцене выступили лучшие творческие коллективы округа, а также оркестр государственного управления Министерства внутренних дел. Оттуда же прозвучали поздравления в адрес Люберчан. Сегодня большой праздник, День России. По сути, это наш общий день рождения. Конечно, Россия имеет тысячелетнюю историю, славную, героическую, красивую. Нам есть чем гордиться. Всех, дорогие друзья, с праздником, благополучия, крепкого здоровья, процветания нашему округу и нашей великой стране. Ура! День России – один из молодых государственных праздников. За время своего существования он несколько раз менял свое название. Но его смысл остался тем же. Это праздник, объединяющий жителей огромной страны. Из лугля на Болдаване, да по тропинке в лес ушла.